Вот сегодня многие отмечают 100 лет образования Советского Союза, 30 декабря 1922 года был образован 100 лет. Но вот я могу сказать, что не надо было тогда жить иллюзиями о всемирном братстве и каких-то придуманных сказок о мировой революции. Не надо было жить иллюзиями по поводу того, как могут жить народы на территории бывшей Российской империи. Не надо было этих иллюзий, и тогда не было бы этих границ, за которые мы сейчас воюем. Вот мы сейчас воюем в том числе из-за того, что произошло 100 лет тому назад. Да, Советский Союз, так сказать, это был грандиозный, феноменальный цивилизационный проект. Да, у него было огромное количество успехов и побед. Но и да, у него было довольно большое количество провалов, в том числе один из них привел к его распаду. И со многими из этих провалов мы до сих пор разбираемся. Например, вот все, что происходит на Украине, это прямое, я повторяю, прямое следствие тех решений, которые были приняты 100 лет назад. По поводу образования советских социалистических республик по национальному признаку, по поводу, так сказать, обозначения их границ и всего остального. Любопытно здесь вот задать вам вопрос. А если бы тогда границы были нарисованы по-другому, у США без шансов было бы использовать Украину, другую Украину, другой территории, там, где Крым, Донбасс были бы изначально в России? Ну, во-первых, в тот момент США вообще ничего из себя не представляли еще в этом мире. Да, Первая мировая война стала первой ступенькой американцев, так сказать, к росту их влияния, ну, а, скажем, абсолютным, так сказать, влиянием это стало, ну, вернее, очень мощным после Второй мировой войны. Вот, но, что касается границ, не нужны были вообще границы, не то, чтобы их надо было проводить по-другому. Но, мне кажется, порочным был принцип организации Советского Союза по этническому признаку. Я об этом говорил, еще раз повторю. Я считаю, что вообще в этом, в самом, как бы, советском строительстве была масса парадоксов. С одной стороны, как бы, да, значит, лидеры Советской России, молодой, говорили о том, что они идут к миру, где все будут братьями и не будет национальностей. А, с другой стороны, свою собственную страну они разделили по национальному признаку, национальному признаку. И чего они ждали от этого? Как это, так сказать, умещалось в их голове? Да, мне кажется, это была совершенно очевидная близорукость. Да, как бы, они, значит, раскручивали термин, что Российская империя тюрьма народов, что, на мой взгляд, было абсолютно ложью. Ложью, вот напрямую, да. Вот, и на основании этого, заигрывая с национализмом, потому что многие молодые большевики в национальных республиках были, в первую очередь, националистами, а потом уже большевиками. Можно, если почитать, так сказать, да, вот все эти истории. Заигрывая с национализмом для распада, как бы, и, как бы, разрушения вот этой внутренней ткани Российской империи, для того, чтобы она никогда не вернулась, как бы, да, они выстроили внутреннюю организацию по национальному признаку. Ну, что вообще, если честно, вот, ну, никак в марксизм, так сказать, не вписывается. Ну, не вписывается и все. Классически нет. Никак не вписывается. Однако они это сделали. Однако они это сделали, и теперь мы разгребаем. А на ваш вопрос конкретный, да, конечно, у внешних врагов было бы гораздо меньше шансов на успех, если бы этого не было. Гораздо меньше шансов. То есть можно было и установить и советскую власть, и все остальное. Но на самом деле никакой такой жизненно важной, вот, вообще, фатальной необходимости разделять эту территорию по национальному признаку, создавая квази-государство, не было. Не было. Это все, значит, происходило в головах тех людей, которые, как бы, да, тогда руководили страной. Вот и все. А в головах их, в первую очередь, происходили две вещи. С одной стороны, вот эти вот мечты, какой-то, каком-то пожаре мировой революции, вот, да, который, там, значит, всех плохих убьет, а все хорошие заживут счастливо. Вот. А с другой стороны, ну, элементарная, так сказать, борьба за разрушение, значит, всего, что могло напоминать вообще о Российской империи, да. То есть борьба за власть, если хотите. Ну, это вы говорите о раннем Советском Союзе. Вряд ли уже в Брежневский период заставок. Не-не-не, я говорю это о тех, кто этот Советский Союз создавал. Создавал. Сто лет назад. Я об этом говорю. И вот мы сейчас, как бы, все эти вещи разгребаем. Кстати, о позднем Советском Союзе, более позднем, ну, и, опять же, так сказать, по поводу той же самой Украины, с которой у нас сейчас масса проблем. Ну, слушайте, а присоединение Западной Украины, ее вливание в Украинскую ССР разве не является той проблемой, которую мы сейчас разгребаем? Является. А присоединение еще позднее Хрущевом Крыма к Украинской ССР не является разве проблемой, которую мы сейчас разгребаем? Является. Является. Надо было больше думать о реальности, да, и меньше друг другу врать, как бы, да, и рассказывать всякие глупые сказки. Вот и все. Вот такие дела. Поэтому я думаю, что это тоже, как бы, да, должно быть итогом года, если хотите, да, потому что мне кажется, что это в том числе год, как бы, расставания со многими иллюзиями. Вот это точно. И насчет Запада, и насчет самих себя, и так далее. Но еще раз говорю, чтобы сконцентрироваться на положительном, для меня все-таки вот важно то, что, скажем, люди-то живые у нас. Люди живые, можно тоже считать, что они в чем-то ошибаются, но они живые, как бы, и даже в условиях не таких уж и простых, как бы, да, они готовы, они готовы, так сказать, на многое. Вот. И, на самом деле, суверенность сознания, суверенность сознания основной массы большинства людей, она сохраняется. Железная логика. Продолжаем программу «Железная логика» и немного продолжаем тему, которая сегодня будет в течение дня в нашем эфире, равно как и в эфире других российских СМИ. Столетия со дня образования Советского Союза уже основной сказано вами, Сергей Александрович. Ну, знаете, вот я нашла такой комментарий, как бы, публикацию, очень любопытную. Глава Ассоциации выпускников российских и советских вузов в Египте, есть такой, оказывается, такая ассоциация, зовут его Шерифгат, в интервью РИА Новости сказал, что, далее цитирую, до сих пор каждый образованный человек из любой арабской страны вспоминает золотой век СССР. А дальше так. Это было создание в Египте Академии искусств. Там были кинематографические, театральные институты, консерватория, институт народных искусств и даже институт балета. Вы знаете, вот, Сергей Александрович, хочется, чтобы и другие оглянулись по сторонам, особенно бывшие советские республики. Вот, например, что думали власти в Таллине, Тбилиси, открывая у себя музей советской оккупации? Они всего остального не видели? Обидно? Не, ну, не то чтобы обидно, да, тут такая штука, что называется, знаете, как в одном советском мультике старом, там, армянском-то говорилось, там, этот дед говорил, отец говорил, так сказать, да, делай добро и бросай его в воду. Вот оно к тебе вернется. Но вот оно, на самом деле, не всегда возвращается, вот, иногда, как бы, так оно и уходит в никуда, вот, но тут такая штука, что касается, что касается нашей активности, советской активности по всей планете Земля. Я думаю, что она, в целом, была правильной, да, это создавало нам целую группу стран-партнеров, иногда, так сказать, союзников, вот, с которыми мы работали достаточно активно. Хотя некоторые считают, что, мол, туда разбазарили все свои средства, но я бы, вот, отталкиваясь от вашей новости по ассоциации, я бы вот что сказал, однозначно была правильная политика подготовки здесь национальных кадров, что называется, да, когда большое количество молодых людей из Африки, Азии, в основном, да, ну, реже из Латинской Америки, вот, приезжали учиться в Советский Союз, получали в Советском Союзе образование, которого они у себя на родине получить не могли. И, кстати, не могли они получить его и на Западе, потому что там это стоило денег, а здесь они получали его фактически бесплатно. Вот, и многие из них затем, что называется, стали, вошли во власть, в некую элиту своих стран, и довольно долго, как бы, да, они об этом помнили, и мы с этого имели какие-то, так сказать, тоже собственные дивиденды. Я считаю, что вот это была совершенно правильная политика. А когда мы, во-первых, а, прекратили это делать, во-вторых, б, бросили всех своих союзников на всех континентах, и, в, еще хуже того, своих собственных детей стали массово посылать на Запад, те, кто мог, да, а те, кто, тех, кого не могли, как бы, да, начали нашпиговывать эти самые высшие учебные заведения иностранными программами, да, всевозможными. Вот тут началась работа, что называется, по разрушению зоны влияния. Поэтому то, что мы делали там, за рубежом, несомненно, несомненно, так сказать, было полезным. Я думаю, что эти вещи по возможности необходимо возрождать, потому что вот это, опять же, я уже говорил об этом, вот эта иллюзия, что деньги решают все, это, ну, скажем так, такой очень примитивный взгляд на эти вопросы. Потому что наше образование действительно, как бы, в какой-то момент, да и сейчас в значительной степени, оно, как бы, сконцентрировалось на мысли о том, что главное предоставлять эти самые услуги за деньги. Вот, мол, мы, вот, будем, значит, всех учить за деньги, а потом за эти деньги будем совершенствовать учебную базу, там, и все такое прочее, и вот качество образования будет расти. Не подтвердилось, если честно, в основном не подтвердилось. Да, да, зарплаты конкретных людей, там, преподавателей выросли за счет этого, но, в общем и целом, потеряли мы, в том числе, огромное количество, так сказать, положительных моментов, в том числе, вот это вот внешнее влияние. Хотя можно было делать и то, и другое. Вот здесь, да. Теперь второе по поводу того, что мы сделали. Действительно, Советский Союз, на мой взгляд, в тех странах, где он работал, сделал очень много. Гораздо больше, чем, там, условно, американцы, там, или какие-нибудь европейцы, которые, там, тоже, сначала столетиями грабили, а потом стали жизни учить, да, всех этих, вот, африканцев, там, азиатов, и так далее, так далее. Советский Союз действительно помогал, действительно строил. Другой вопрос, что не всегда готов был этим воспользоваться, да, а самое-то главное, после распада, по сути, все это бросил на произвол судьбы, ну, и, как бы, как бы, так сказать, отказался вообще, в принципе, от внешнего проекта. Ну, лет 15 у нас вообще никакой внешней политики не было, кроме того, что давайте мы вот входим на Запад, давайте будем стоять в этой очереди, Запад нас скоро примет, и так далее, и так далее, да. Ну, понятно, мы потеряли очень много, вот, из того, что деньгами не измерить. И по поводу вашего конкретного, вашего конкретного вопроса насчет Союзных Республик, но здесь произошла ситуация в чем-то похожая на начало 20 века, когда Борис Ельцин, выстраивая собственную, так сказать, власть и борясь, опять же, с большим государством, опять сделал ставку, в первую очередь, на националистов в этих Союзных Республиках. Вот, а у этих националистов только одна мысль, да, вот, значит, какая-то обида на что-то и желание кому-то отомстить, да, и поэтому все эти разговоры про оккупацию советскую и все остальное, да, этих людей выпустили, что называется, как джинны из бутылки, более того, дали возможность им получить власть, вот, выстраивать на этом новую какую-то мифологию, да, вот, то есть продолжение той разрушительной работы, которая, так сказать, когда-то вроде бы, на которую тоже когда-то большевики в начале века опирались, потом более умные люди, на мой взгляд, загнали это все, так сказать, в подполье, вот, а потом при Ельцине и Горбачеве, опять Горбачеве и Ельцин опять все это выпустили, значит, на свободу, ну, и в результате многие, многие, так сказать, разрушительные вещи произошли, в том числе то, что сейчас происходит в наших отношениях с Украиной. По поводу этой оккупации, вот вы процитировали египтянина, да, но на самом деле оценить вклад всей страны в развитие советских республик, ну, вообще просто невозможно, потому что многие из них были выстроены практически с нуля, особенно это касается республик Средней Азии. Ну, во-первых, у многих появилась государственность, которой у них не было никогда, вообще никогда, да, во-вторых, значит, создана промышленность, которой тоже никогда не было, вот, в-третьих, появилось собственное образование, в том числе на национальном языке, у некоторых письменность появилась, кто не в курсе, некоторые вообще-то письменности собственные не имели, да, Академии наук, всевозможные культурные учреждения, собственные национальные киностудии и так далее. И спорт. Спорт, да. Назвать все это оккупацией. Чтобы это называть все оккупацией, надо быть просто конченным подонком. Я была в музее оккупации в Тбилиси. Вот про все это там ни слова. Да, да. Ну, то есть надо быть просто конченным подонком, да, таким как бы, да, вот. Каковыми, на мой взгляд, и являлись, и являются многие из правителей современных бывших советских республик, да. Вот, они, во-первых, а, совершенно осознанно лгут. Во-вторых, б, у них, по большому счету, ни это самое, ни ума, ни совести не хватает на эти вещи. Вот, а в-третьих, очень часто они тоже какие-то, знаете, ущербные многие из них, потому что они поражены какими-то там личными историями, там, по поводу каких-нибудь там родственников своих или что-то в этом роде. То есть они, на самом деле, вообще не доросли до уровня политиков. Вот так вот, да. Ну, и плюс ко всему, конечно, работают внешние силы, потому что вот эту историю про оккупацию, да, советскую, там, или русскую, российскую, ее очень активно развивали и поддерживали из рубежа. В первую очередь, так сказать, Запада. Вот, даже если там та же самая Украина, вот, кто в первую очередь занимался поддержкой украинского национализма всегда? США и Канада. США и Канада. Американцы вывезли после Второй мировой войны всех коллаборационистов, поселили их там, в основном, в Канаде. Вот, и в Канаде же создали там эти мощные, поддерживаемые на государственные, между прочим, деньги, американские и канадские, так сказать, да, эти центры вот этой вот националистической мысли. А потом, когда господин Ельцин как бы решил, что пришла пора свободы, да, им всем позволили вернуться сюда. Ну, и все, и что вы ждали? В принципе, на самом деле, все достаточно логично развивается, да, тут закономерности. Если бы было не так, вот это, скорее, было бы чудо. Ну, слушайте, какое же это чудо, если молодежь тех республик ныне самостоятельных, они ходят в эти музеи, они употребляют эту информацию, изучить историю своей республики у них, безусловно, нет, сейчас это не модно. В итоге, что у них в голове? Я говорю, чудо было бы, если бы, несмотря на всю ту разрушительную работу, которую, как бы, да, проделывали в 90-е годы, чудо было бы, если бы что-то сохранилось. Вот, например, скажем, с Белоруссией, это тоже своего рода такое политическое чудо, вот, ну, что с ней, в принципе, делали примерно то же самое. Такие же, так сказать, там, проекты запускали при Шушкевиче и все остальное. Вот, а что касается нынешней молодежи, ну, она крайне необразованная, она находится уже в другой совершенно там системе координат, как бы, да, начиная с, там, этого, с младшего возраста до школьного, школьного образования. Вот, собственно, там они выстраивают новые мифы, новые, так сказать, новые, в новые враки, что называется, да, вот такие дела. Ну, вот, знаете, что скажу, вот, опять же, вот, я знаю, что, вот, в этот день столетия многие, как бы, будут недовольны этим, но, чей слово, вот, все аукается. Большевики в начале, как бы, века врали, что Россия, это тюрьма народов, и эти враки вернулись нам, вернулись, оттуда вернулись, да, потому что, на самом деле, они тогда рассказывали, что Россия оккупировала эти территории, первыми, кто обвинил Россию в оккупации, были большевики в начале 20 века. Вот это правда, хотите-то, не хотите, нравится-не нравится, это правда. Именно этим они обосновывали создание, да, национальных государств, квази-государств, вот так вот. А вот теперь вернулось, а кто, на самом деле, многие из тех, кто устанавливал, по сути своей, устанавливал вот этот вот националистический режим в постсоветские республики, они тоже большевики. Все разрушим до основания, а потом мы наш, мы новый мир построим, вот они и строят этот, их новый мир. Сергей Александрович, пауза нам нужна. Вот это интересная мысль насчет бумеранга, вот столетия, не столетия, а тем не менее, да, вот хвалить только не будем, всяко там. Нет, ну, еще раз говорю, вот надо на эти вещи смотреть трезво. Был, как бы, да, невероятный цивилизационный проект, по своей мощи, как бы, он был, так сказать, несравним ни с чем. Было огромное количество достижений, было немеряное количество, так сказать, каких-то уникальных совершенно практик, но и были вещи, которые теперь вот сработали, срабатывают, как бомбы замедленного действия. Их закопали, завели, так сказать, а вот сейчас они рванули. А они тогда этого или не понимали, или, так сказать, думали, что будет по-другому, или еще что-то в этом роде. Ну, или, опять же, сами себе что-то постоянно плели, как такое, какие-то враки там тоже наслаивали, наслаивали, бредни всякие всевозможные, да, про вот это тоже мировое братство пролетариев, там, если вы работаете на заводе, то вы уже братья. С какого такого будуна, слушайте, ну, вот это вот тоже, придумать же это, ну, это, ну, это, вот сейчас смотришь на это, такая примитивная вещь, ну, это же ни о чем, просто вообще ни о чем. Ну, например, там, один работал на заводе в Харькове, так сказать, строил Т-34, а другой работал на заводе, там, где-нибудь в Гамбурге и строил, там, эти самые, значит, боевые машины для вермахта. И вот они, братья. А что они, братья-то? Только потому, что каждый из них крутил свою отвертку, и все. И этого достаточно, что ли? Мне кажется, это такой бред, который вообще, как бы, ну, я не знаю, как вообще в это дерьмо можно было поверить извне. Да ведь верили, господи, всем народам верили, в школе учились. Это другой вопрос, что всем народам верили, но эта практика ведь не подтвердилась. Практика Первой мировой войны, практика Второй мировой войны опровергла эти вещи, просто не хотели видеть. Не хотели видеть и докатились, на самом деле, тоже до самораспада, потому что все время так друг друга обманывали. Я вот слышал тут вчера как раз от Владимира Корнилова, который тоже украинский. Обозревал актериан власти. Да. Вот он рассказывал, что он читал архивные документы. В 20-е годы одна из, так сказать, этих самых материалов, одной из конференций партийных там, да, проходивших в Чернигове. Чернигов, кто не знает, это на Украине. Вот не так далеко от Киева, да. Вот, так вот, на этой конференции, значит, там стенограмма, выступающие говорят о том, что вот ура, как бы Советский Союз там образовался там, все там тра-та-та. Вот, но вот пока, пока, как бы, столица Советской России будет в Москве, но вообще-то лет через 10-15 мы уверены, что столица переедет в Лондон. Почему? Ну, потому что все, мировая революция. И тогда вообще ничего не будет. И тогда не будет никаких там границ, никаких, так сказать, государств, никаких суверенных культур. Будет вот везде только один красный флаг. Ой, я понимаю, я понимаю смысл, я понимаю, что вот эта мечта о справедливости, братстве, она, в принципе, понятна, да, ее внутренняя, как бы, вот логика, да, идеология, она ясна, да, люди об этом мечтают. Но политики должны быть реалистами. Политики должны быть реалистами. Они не должны друг другу всякими врагами, так сказать, да, и какими-то, так сказать, этими всевозможными выдумками затуманивать мозги. Затуманивать мозги. Да, а если вы позволили это сделать, да, бумеранг истории к вам обязательно вернется. Вот эту дату, столетия со дня образования Советского Союза, естественно, заметили за рубежом, но, естественно, звучит огромное количество оценок, комментариев, все же большие эксперты, все прям все знали, как в Советском Союзе были устроены. И такая немножко оригинальная версия. Посол Италии в СССР, последний посол Италии в СССР, Фердинандо Салио, сказал, что, ну, прожил очень долго в этой стране, в Советском Союзе. Основан он был на одной идеологии, а распался он просто от старости. Ну, он распался не от старости как раз, а именно из-за того, что идеология стала выгорать. Необходима была ее модернизация. Это было невозможно из-за догматических, так сказать, таких вот позиций советского руководства. Первое и второе, он распался из-за, мне кажется, просто радикального снижения квалификации тех людей, которые стали приходить к власти. То есть партийная система, значит, там, значит, кадровая, отбора, отбора руководящих, так сказать, вот этих вот людей, да, она начала давать сбои. В том числе потому, что было очень много иллюзий, да, было очень много, так сказать, неадекватной оценки ситуации. Вот, ну, и в конце концов пришел к власти просто-напросто популист. То есть, опять же, можно сколько угодно говорить там о предательстве двух человек, Горбачева и Ельцина, но тут никуда не денешься от того, что и Горбачев, и Ельцин, это плоть от плоти самой, как бы, да, советской системы. Плоть от плоти, как бы, партийные номенклатуры. Они же не просто там выскочили, как черт из табакерки, да? Да, они же прошли все вот эти вот ступеньки башевистские, коммунистические. И как раз они, между прочим, имели самое что ни на есть такое пролетарское происхождение. Вот, Горбачев действительно когда-то там работал на тракторе, что называется, да, и медаль имел за трудовые там эти доблести. Это правда. Вот, другой вопрос, что, может быть, пусть бы он и работал бы на этом тракторе, вот, всю жизнь, и был бы замечательным человеком. Вот, с Ельциным та же штука примерно, да, все они, как бы, вот такие, как бы, да, вышли мы все из народа, как пел из советской песни. Вот так вот, то есть тут тоже, ну, раз уж, мне кажется, про Советский Союз уже все сказано, но вот раз уж тут сто лет дата. Еще раз повторю, как бы, у меня взгляд на Советский Союз, я, так сказать, считаю, что он просто должен быть трезвым. Еще раз говорю, это грандиозный исторический проект, действительно основанный на попытке найти справедливое устройство общества. Эта попытка сама по себе достойна, как бы, внимания и уважения. Несомненно, вот эта мечта о справедливости и братстве, она у человечества никогда не пропадет, вот, она всегда была, вот, и, действительно, Советский Союз достиг очень многого, например, в социальной системе обеспечения, да, в индустрии, там, многие, так сказать, вещи были потрясающими. Но точно так же и глубина его падения в 91-м году, и простота его падения, она была обусловлена огромным количеством внутренних скрытых проблем, которые коренились вот в этих ошибках, в том числе ошибках идеологического плана, в этих построениях, основанных на иллюзиях, основанных на самообмане в значительной степени. Но это тоже правда. — Советский Союз, между прочим, привлекал внимание, имеется и до его идеологии, и особенно его социалистическое вот это устройство, и социальное, привлекало очень многих людей за рубежом. У Советского Союза были светлые, искренние друзья. Многие люди в душе, как бы, да, изучали и, в общем, в каком-то степени завидовали. Другой разговор, что они не жили здесь внутри. — Да, но еще плюс такая штука. Ну вот тот же догматизм не позволял найти оптимальную экономическую систему, оптимальное экономическое устройство. Вот эти уроки, опять же, я, в принципе, знаком со всей критикой таких позиций, да, со всеми этими вот тоже такими советскими уропатриотами, но я хочу им указать на Китай. Вот Китай понял в какой-то момент, да, он очень глубоко проанализировал ошибки Советского Союза, и это позволило ему каким-то образом перестроить систему внутреннего устройства государства и экономики и добиться довольно впечатляющих успехов. Я не знаю, что с Китаем будет дальше, может, там через сто лет, так сказать, будет еще что-то, может, ему тоже, как бы, он развалится, а может, все развалится, не знаю. Но это уже будет после нас отанализировать. Но для тех, кто, вот, значит, кому мои слова там вызывают негодование, ну, посмотрите на Китай, посмотрите на Китай. Китай сделал то, что мог бы сделать Советский Союз со своей экономикой и с внутренним устройством, да, и добился успехов. Но Союз не сделал этого, не сделал, да, может быть, даже и хотел что-то сделать, но в итоге, как бы, ну, до ума эти вещи не довел, не за то взялся, не с того начал, так сказать, да, и не тем закончил. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, там, критиковать эти вещи, там, типа, да нет, знаете, в Советском Союзе все было замечательно. Ну, глупо, потому что, если бы все было замечательно, то он бы, наверное, сохранялся, это первое. А второе, мы видим, как Китайская Народная Республика совершенно очевидна, и китайцы этого не скрывают, проанализировала советский опыт, извлекла из этого уроки и попыталась избежать тех ошибок, которые привели к распаду Советского Союза. Вот, и еще раз скажу, конечно, надо просто на эти вещи трезво смотреть, да, без вот этой экзальтации ни в одну, ни в другую сторону, потому что я не склонен романтизировать российскую действительность до 17-го года. И то же самое могу сказать, да, революция 17-го года, да, она тоже была обусловлена, там, целым рядом внутренних проблем Российской империи, да. И говорить, что там все было замечательно, а потом все стало плохо, это так же глупо, как и говорить, что в Советском Союзе все было замечательно, а потом все стало плохо после 91-го года. Потому что жизнь, она более сложная. Вот, собственно, и все.